всем здрасте трейк андреич на связи сегодня я буду одним из тех топовых американских артистов а значит я буду тратить как можно больше денег я покажу вам новых бойцов атлет энерджи которые будут драться на мировой арене ufc и поставлю на их победу 3 миллиона рублей вы сейчас удивитесь но я запишу свой собственный трек а еще у нас с вами есть незаконченный вопрос поэтому сегодня немного пообщаемся братская сердцевина я тебя категорически приветствую с вами михаил лит энерджев на связи как у вас дела братский сосуд братский тромб 24 часа мистер бис не так давно вышел этот ролик и судя по комментариям по лайкам по пальцам вверх вам он понравился я в конце ролика сказал напишите в комментариях какого персонажа вы бы хотели увидеть чью жизнь я проживу очередные 24 часа как у меня прожить еще 24 часа и огромное количество написала чтобы я прожил 24 часа жизнь дрейка кого мне прожить еще 24 часа а что олицетворяет его образ и о чем говорит вообще этот человек он американский рэпер это раз люксовая жизнь да это два и огромные заносы на спортивные события на бои на футбол если посмотреть на мою обувь то уже закрадывается вопрос нахуй дядя ты как решил вообще жить жизнь дрейка потому что ну уже да какое-то несовпадение по моему происходит а что если прямо сейчас начать с какой-нибудь дорогой покупки в моменте обновиться чтобы хотя бы чуть-чуть быть приближенным дрейку и как бы ну выглядеть соответствовать его образу согласен приветствую ну потому что нихуя не тапки они не катят враг сейчас секундочку алё джон нужно что-то дорогое шмоток потому что сегодня живу 24 часа как дрэк ну типа да короче американец русского происхождения сахалинского вот так вот такой типа сегодня какой бюджет не какие-то странные вопросы задаешь но единица в смысле единица значит миллион потянули я не ты меня еще будешь спрашивать не ну ты чё траве ваш заказ доставлен по моему что-то подъехала первый реквизит у нас вышел 700 тысяч рублей это коллаборация nike с луи виттоном а вообще на самом деле нужно вылетать я сейчас быстренько их цепляю и рассказываю какой путь дальше и вообще какие планы на сегодня ждут в течение 24 часов фото пиджа аманай ареста не ну как будто поувереннее час грядут очень серьезные события мы выходим на мировой уровень все нужно подобрать конечно мышь не будем мусорить родные помните в последнем видео я рассказывал что на majestic rp скоро выйдет новое крупное обновление связанное с хэллоуином так вот оно уже вышло на majestic добавили тематический ивент а еще новый кейс с новыми скинами тачками и одеждой самая тема что открыть кейс можно совершенно бесплатно просто выполнять задания в новых игровых режимах и проходить тематические квесты получить все эти призы можно только в течение 20 дней ну и конечно же как вы могли забыть про мой топовый промокод литвин за активацию которого вам дадут 20 тысяч долларов platinum вип статус на 7 дней и возможность получить мой фирменный танец ведь 500 случайных игроков получат его в течение этой недели зарегистрируйся и начни играть по моей ссылке в описании прямо сейчас мы вылетаем до арабских эмиратов заселяемся в дубае после чего едем в абу-даби где на ю и все на мировой арене будут биться наши бойцы наши атлеты атлет энерджи с которыми мы подписали амбассадорский контракт это магомед анкалаев и мухаммед макайд на шанские пацаны которые просто будут рубить и сносить головы своим оппонентам мы едем туда с большой верой и так как дрейк заносит огромные суммы на ивенты возможно я не занесу как он там по 40 миллионов может ставить я так аккуратненько приземленно по рабочий христианский ну типа три миллиона аккуратненько да и соответственно нам нужно чтобы выиграл мухаммед и магомед только в этом случае соответственно ставка сыграет а еще мы знаем что дрейк рэпер короче я запишу трек тем временем мы переместились в один из самых дорогих отелей дубая на секундочку апартаменты в собственность там стоит всего-навсего полтора миллиарда рублей поэтому купить в целом может любой желающий я просто не хочу поэтому не покупают сегодняшнюю секунду у нас такой бюджет потрачен кроссовки 700 тысяч два билета мой адель миллион рублей миллион 700 выходит уже естественно сама ставочка 3 миллиона но она в таком подвешенном состоянии вероятнее всего она вернется еще и с плюсом рабочий христианский вот такой номер аккуратный но он очень роскошный вот этот вид view to the sea ну и само собой номер вышел за 10 дней полтора миллиона рублей у нас должна каждая деталь соответствовать сегодняшнему ролику я говорил про дрейк роскошная богатая жизнь литвин чуть о римской империи вспомнил мне реально и того 4 700 плюс полтора получается 6 миллионов 200 тысяч рублей потрачено на сегодняшнюю минуту слава богу понял мне не всю жизнь богатая жизнь а только 24 часа даю и все считанные дни я заехал к пацанам на тренировку чтобы познакомиться и проверить их готовность к бою прикиньте мне даже удалось принять участие в тренировке мы немного поборолись я конечно сопротивлялся полном серьезе пацаны за всех вас я пытался что-то доказать но уровень ю и все это конечно другой мир пацанам желаем победы ну и само собой я надеюсь не потеряю 3 миллиона рублей за моим плечом его соперник он сейчас там разминается вы его все видите прекрасно вот я очень надеюсь что Магомед поймаете вот так что вот он вот так вот в октагоне будет лежать пока мой клон из дубая провел тренировку с бойцами и до ю и все остаются считанные дни другие два моих клона находятся в москве где один из них делает вкусное звучание для вас а другой хочет обкашлить с вами один вопросик ну что родные дрейк андреевич перемещается в москву и хотелось бы с вами один вопросик обкашлить одно недопонимание обсудить потому что с вами она у нас произошло в прошлом ролике но давайте сейчас вернемся в самые вообще истоки событий у меня есть кент лёха и мне хотелось его здраво благодарить но благодарить как сделать это в своем стиле разъебать его тачку и подарить ему тачку которая гораздо новей и и что происходит рождается идея я нанимаю кран большой мы выстраиваем локацию красивую я не хочу выебываться финансами но вся эта ситуация которая произошла она меня вынуждает просто говорить вам о расходах на этот ролик помимо машины которая даже половину ролика по по деньгам не занимает мне еще нужно было заплатить 5 миллионов для постройки и установки всего атрибута в этом ролике это кран это подвеска это блять механизм который срывает это фуры обклеены это обклейка этих фур попрошу акцентировать внимание на том что я не выебываюсь я просто даю вам понять что бюджет прошлого ролика был восемь миллионов рублей весь этот интерес вся эта локация строится для того чтобы вы это лицезрели как в этом ролике для посадить лёху из вертолета и чтоб он бля волочью с воздуха с птичьего полета увидел всю эту движуху подвешенную свою тачку спектр эмоций этот испытал чтобы вы это посмотрели как это все на живом блять без постановы все это выглядит и после всей этой истории мне набирает лёха через два дня по моему набрал и спросил ему прям стрёмно было говорит брат мне ебать перед приятно что ты мне сделал такой подарок но говорит можно если какого-нибудь немца возьму но чуть подороже со своих датинами брат я говорю для меня говорю важная задача была чтоб ты ушел с финансовой выгода из ролика я это сделал он горит лёха лёха мне отвечать конечно сделаю все брат ты не пожалел что это произошло он говорит брат да и пиздец я благодарен вообще судьбе что вот этот ролик произошел поэтому все мне мне как бальзам для ушей это это этого мне было достаточно большинство комментариях говорят нам о том то что нихуя себе у лёхи был мерседес а ты ему взамен подарил китайца у лёхи была машина 2009 года машине 14 лет почти 15 вот новый год на днях сейчас будет на вот-воте новый год ей было бы 15 пацаны столько за убийство не дают сколько этой машине лет блять соберитесь пожалуйста а китайцы которого вы все сказали и засрали вообще по страшному типа с ног до головы вы сказали что эта машина не продастся но вот я вам хочу сказать что сегодня на российском рынке это самая продаваемая марка машин в целом вообще не то что даже модель марка а в целом производитель китайский самый продаваемый бренд само собой я бы мог легче подарить тачку за 8 миллионов возможно за 10 за 12 но вот у меня насколько позволял в ту секунду бюджет сделать вот я все эти бабки вывалил и потратился и попрошу заметить делалось для вас но вы почему-то сакцентировали внимание на том как я подарил это легкий да только вот я знаю другую правду я знаю насколько от этого лёха кайфанул и все это знают кто там находился и я знаю то что лёха хотел продавать эту машину вот в чем еще момент ну наверное стоит вернуться в комментарии помимо того что пишу что вы недовольны подарком также я увидел сообщение что это был подарок от другого блогера а димы гордея что это легендарная тачка там и так далее что с подарками так не поступают из роликов димы гордея по большому счету я не знаю не видел наверное вот блять 99 процентов его роликов как в школе блять дети говорят клянусь блять я не я в душе не ебал что это был подарок для лёхи что это вообще когда-то дарил ему гордей ну что самое интересное помимо ваших комментариев у меня в комментариях засветился еще один человек интересный про которого только что говорил это дима гордей от него было две претензии это первый комментарий прям цитировать будут если делаешь дичь дарит достойную замену но даже здесь для ребята он выставил к себе в stories не все измеряется деньгами но вы меня извините только что ты мне написал претензию если как бы исполняешь дичь дари дороже но если например я ему подарил бы какую-нибудь бэху представили значит у него никаких претензий бы не было но при этом тут уже он уже пишет не все измеряется деньгами хотя только что в комментариях написал подари пизжи тогда претензий нету хотя тут он пишет у себя в инстаграме не все измеряется деньгами я не могу понять это что вообще вторая претензия с подарками так не поступают а что если мы сейчас давайте позвоним лёхе и просто скажем братик а подъедь на своем джеттере просто к нам братуха привет что делаешь на хате ты есть возможность подъехать на кофеманию ну на парковку постоять попиздеть хочу я про час ролик снимаю я вам хочу сразу сказать что он на джеттере не приедет я вначале диалога сказал то что лёха позвонил мне и сказал то что хочет выставить его на продажу и когда лёха пошел ее отфоткать для того чтобы выставить на продажу гордею просто в ебал а после чего он ее отправил на стульчики и там ее уже разъебали в тотал для меня нет никакого конфликта да я не хочу чтобы вы думали что вот зародился конфликт между там литвиным гордеем да мне в рот ебись я занимаюсь своим вообще делом снимаю ролики то что мне доставляет удовольствие просто видимо я попал не в самое лучшее ваше настроение вы как-то не так это увидели может быть я не прочувствовал вас и возможно есть моя ошибка в том то что я задал такую планку что вы теперь ожидаете от меня таких подарков как самолеты дирижабли блять и другого от меня попросту не видите что даже если человек после моего ролика с выгодой в 2 миллиона уходит для вас этого мало вопросов нету я с вами в этом не согласен но и ссориться пацаны девчонки я с вами не хочу поэтому я хочу с вами прийти к такому небольшому компромиссу поэтому сейчас мы дождемся лёху и просто спросим как так вышло что типа джеттера сейчас нету мне самому это интересно потому что у меня были планы еще снять пиздатый видос потом с лёхой что касается джеттера но гордей поменял мои планы день x настал и мы выезжаем в абу-даби но для начала пару баллов нужно закинуть к себе в копилку драйк андреевич хочет сегодня своей любимки брат сделать что-то приятное предлагаю сейчас пойти вот магазинчик сзади меня есть короче это будет сюрприз неожиданный для адель она сейчас должна через пять минут выйти поэтому у нас есть пять минут чтобы взять что-нибудь пиздатая какой-нибудь брюлик аккуратный это очень хорошо на самом деле так тогда нам надо чего-нибудь хорошенькое взять уже тебя вот сколько с 2 4700 долларов 3 сколько стоит 3 3 14 сразу такая разница давайте за 14 тысяч долларов который на дрейковском мне бы типа богу я открываю правый карман у меня здесь все бабкину и ну неплохой выбор на самом деле вот один из самых крутых просто любая женщина довольна все да все кайф 14 тысяч долларов ну вы чудо аккуратно вы видите парам новое стали фону парам на мау оплатили подвеску сейчас ее забираем и газуем дабу-даби прям в тачке аккуратненько неожиданно сделаем для отеля сюрприз я на базовом луке на котором мы должен в целом двигаться лид энерджи маечка шорты от моего будущего бренда это очень смешно ты же знаешь что иногда такая в голове себе все придумываю короче я сейчас лежу мне очень плохо было мне сейчас полегче просто стало я такая лежу и думаю как себя заставить встать если вдруг он хочет сделать предложение на UFC а потом второе знаешь как вдруг он мне граф купил и поэтому меня так сильно заставляет вниз спуститься сейчас уже лучше себя чувствуешь да или пока побаливает побаливает но лучше уже видишь улыбается сейчас получше тоже я беда ну на я не придумала я не придумала ты серьезно клянешься ты при ней как ты чувствуешь меня пааааа спасибо как так может выйти к кляну жизнь я вообще не то есть я ничего не видела ничего не заметила ничего не поняла давай раскрывай Я клянусь жизнью. Да остановись, как поцеловать на тебя. Хороший? А ты переживала, что ты некрасивая едешь. Спасибо. Сейчас его нацепишь и все. Ну очень приятно. Это все ладно, пока Адель радуется, мы уже подъезжаем к Абудабе. Эти хат арена родные. Я думаю, не нужно никому напоминать, какое событие будет происходить. Мы все будем на страшной измене, на страшном валидоле, будем поддерживать. Потому что их победа наши голоса. Я уверен, брат, это настолько все символично, настолько все эти карты складываются, что мы сегодня должны брать и выигрывать. И на самом деле наплевать, что 3 миллиона поставлены на пацанов. Вообще тут не в этом дело. Просто пацаны за наследие, во-первых, бьются. Во-вторых, представляют сегодня. На мировой арене впервые лет Энерджи. Нужно побеждать при любых раскладах. Кстати, если вдруг у кого-то сомнения какие-то есть, букмекерскую контору я не буду здесь рекламировать. Есть такой момент, что я очень с уважением отношусь к разным религиям. И так как от нас выступают два наших бойца, делать еще рекламу букмекерской конторе, мне кажется, было бы не очень корректно. Вот если да, как бы по-чесноку говорить. Будем верить, будем надеяться. Будем ждать победы наших бойцов. Наших воинов, гладиаторов, брат. Киллеров просто. Вот она, Этихат-арена, брат. Мы уже подъехали. Мы уже на арене, и сказать честно, масштабы поражают. Мы заранее купили билеты категории платинум. И за два билета я отдал 450 тысяч рублей. А вы только представьте, вместимость стадиона 18 тысяч человек. Вот теперь считайте прибыль. Мы пересеклись со всеми нашими знакомыми и друзьями. И вот уже считанные минуты остаются до боя нашего первого бойца. Первый бой начинается. Мухаммад Макаев. Как эти кулаки летят, понял? Вот так мимо нам. Я думаю, во втором раунде он заберет его. 100%. Для Мухаммада этот бой выдался очень непростым. Но благо он выиграл. И теперь очередь Магомеда Анкалаева. Нам нужна вторая победа. Что, Магомед Анкалаев выходит прямо сейчас в октагон. Все верим, болеем, кричим от сердца, от души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова Да, да. Есть возможность подъехать на кофеманию? Ну, давай, хорошо. Как ты у цихандрос? Так, спорно. Ты на такси, да, приехал? А что так? Ну, потому что нет машины сейчас. Нет? Произошло что-то? Да. Ну, что-то случилось с тачкой, да? Короче, брат, смотри, пару моментов лично от себя хотел обсудить изначально. Ты тот день помнишь? Да, я помню. Никакой ситуации не было тогда? Ну, не было, да. Я тебе сделал подгон, да? Да, сто процентов. И вот зрители начали говорить, нихуя себе это подаренная тачка. Скажи, мы с тобой хоть раз обсуждали, что это подаренная тачка? Мы с тобой лично не разом. Вот, то есть у нас с тобой разговора как такового по поводу машины твоей, по поводу Мерса не было. Не было, конечно. То есть я, по сути, априори не мог знать. Нет, я мог знать, если бы я когда-то, возможно, увидел видео. Он, наверное, снимал видео, правильно, какое-то? Да, да. Ну вот, я это видео в душе не ебал, где оно, как оно, блядь. Я размышлял над этой ситуацией, что должно было произойти так, что вот ты снял ролик, и, допустим, Дима должен был тебе позвонить и сказать, так и так, давай встретимся, поговорим, обсудим. И, может быть, обсудить... По-взрослому. Это по-взрослому. Это то, к чему я пришел за ночь, пока я думал. Базару нет, это по-взрослому было бы. А, еще претензия была, то, что это рекламная тачка была. И мне просто много кто из друзей говорил, типа, что тачка рекламная. Ну, я знаю, что это не реклама. Насколько я знаю, ты закупил заранее эти машины для ровного. Да, да, я купил три машины, заранее знаю, что будут дарить кому-то. Нет, короче, потрачены бабки просто на машины, и это не сделано так, что типа я порекомендовал ту или иную марку. Поэтому это тоже ответ на ваш вопрос, это не рекламная машина. Ты же знаешь, что, ну, мне в целом от тебя в этой жизни нихуя не надо. Ну, так же, как и мне от тебя. Вот и все. Вот за это я ценю, брат, нашу дружбу. Миша, нахуй. И компания Лит Энерджи, брат, не позволит, чтобы ты в столь холодное время ходил пешкодрапом. Просто я хочу, чтобы ты вот сейчас так развернулся. Я вот так, стой! Стой, понял? И вот тебе скажут повернуться, ты повернешься, я тебе пиликну однажды, понял? Я знаю, что ты сейчас расстроен, я знаю, что ты сейчас вообще в других мыслях понял, и тебе как будто даже не до подарка тачки. Но это сделано от чистой души, я тебе хочу сказать, и это бэха, брат, четвертой серии. Это кабрик, я знаю, что ты хотел кабрик. Он у тебя может стоять до лета, да, короче, в любое время года на нем можешь кататься, когда по кайфу. Можешь, нахуй, как в метель дать на нем, боком, нахуй, шлифанем. Дрейк Андреевич поздравляет тебя с приобретением нового аппарата. К тому же, брат, ты хотел продавать эту ешку, не так ли? Не, ну я, да, Дима об этом тоже знал, что я планировал накопить, купить машину. Ты сказал, ну сядь хоть в нее, брат, это твоя тачка. Трубка в подарок? Бля, трубку в подарок не могу, к сожалению. Бля, пиздец, сильный. Разъебная, брат, вообще ничего не скажешь. Пиздец. Это понял, такая отсылочка, как Дубаю? Я понял, да. Чего, блядь? Чего, блядь? Остановка. Вот. Да, родные, к сожалению, бой объявили несостоявшимся, так как был запрещенный удар с колена со стороны Магомеда. И отчасти повезло, так как за это могли засчитать поражение. По итогу расклад такой, нам засчитали только коэффициент за бой Мухаммада. За второй бой просто сделали возврат. И по итогу мы ничего не теряем и даже уходим в неплохой плюс, а именно 690 тысяч рублей, которые уходят на благотворительность. Не, ну это не моя тема. Я вам сразу говорил. Не, вам что, брейк что ли? А чё думаешь, не засрут? Попстар хуй встал. Блин, блядь. Блядь, блядь. Да это хит, пацаны. Амарокстар, попстар хуй встал. Да пизды мне твой Оскар. Кинул две бумаги на бензин, довези меня в Фостон. Гагаринский дом 3, нас позвали на ран. Из-за лайков, репостов. Устал бегать от устава, прыгать по кустам, притворяясь мангустам. Проблемы груза до потери пульса. Увидев её, амарокстар, попстар. Бисис Дебошир вышел из Раши. Я не Яши, но это вытащил. Я могу взрывать, но могу потушить. Не меняю близких на гроши, бэхи на парши. Жиши, пиши, шибляли, тэнерджи. Пока ты спишь, мы спешим. Граждане начальник, может, не пиши. Мне это не взятка, это от души. Ну тише, тише, тише. Ну поспокойнее тоже. Ну куда вы так разогнались? Немножечко нужно притормозить, как бы пристопорить. Я никуда этот трек не выкладывал, ни на какие площадки. То есть он, по сути, вот на ютубе вышел. Я с пацанами на студийку залетел. На ха-ха записал. Потому что тематика ролика всё-таки сегодня была Дрейк Андреевич. 2-4 часа, поэтому пришлось исполнить. Я исполнил. Надо сделать, я сделал. Почему нет? Гагаринский дом 3. Услышал. Если вы вдруг захотите всё-таки, чтобы этот трек появился на площадках, вы могли нормально зайти его в наушничках, послушать в любой момент, то я могу это организовать. Вы просто как бы, ну, газоните как следует в комментариях. Объясните мне, что нужно это сделать. Потому что, как вы поняли, у вас есть определённое влияние на меня, учитывая, на какой тачке сегодня Лёха уехал. Поэтому, если вам кайф, дайте знать. Но я не рэпер, не артист. Я даже, ну, не претендую. Не претендую. Я просто, если захожу, я сразу на первый в чарт встаю, мне похуй. Просто Гагаринский дом 3 услышал, нахуй, еду. С этим решили. Не хочу тоже какой-то длинный, там, часовой блок уделять благотворительности. Вот прикрепляю скрины девочки, у которой произошла печальная ситуация. Все 690 тысяч рублей, как и обещал, я отправил. Нахваливать себя не собираюсь. То есть, просто прикреплю данные, по которым, так же, как и я, вы можете взять и поддержать эту малышку, и чтобы она восстанавливалась, и дай бог здоровья. Да и в целом, помогайте людям, если у вас есть такая возможность. И это круто, конечно, то, что я могу это пообещать на многомиллионную аудиторию. Но не хочется тоже на какую-то грусть такую падать в конце ролика. Поэтому давайте разойдёмся на веселье. Всем дай бог здоровья. Знаете, даже не хочу вас как-то просить в этом ролике ставить пальцы вверх. Хотите вы этого, не хотите, как бы заходите, уебёте, заходите, ну, пройдёте. Хочу лишь сказать пару слов напоследок. Не нужно всем им нравиться, они хейтят вас от скуки. Главное лишь свет в твоей душе на их заслуги. Братец, систерс, зафиксируй. Хотя это не последние слова, брат. Последние слова это, брат, жи-ши-пи-ши-ши-бля-ли-т-энерджи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова